МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Михаил Морозов, и вы смотрите шоу о русском языке наобум. Начать нашу сегодняшнюю передачу я хочу с приятной новости. Шоу наобум вошло в тройку лучших развлекательных программ России. Об этом свидетельствует серебряный диплом конкурса ТЭФИ-регион. Давайте поставим его на видное место и, пожалуй, начнем. Шоу наобум принимают участие самые начитанные люди, но сегодня у нас еще участники, к тому же, и смелые. Это представители МЧС по Чувашии. Игру с ними мы приурочили ко Дню спасателя, который отмечается в нашей стране 27 декабря. Ну что, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я работаю в Государственной инспекции по маломерным судам руководителем групп патрульной службы. Должность моя интересная. Я нахожусь на воде, обеспечиваю безопасность, спасаю людей. Мечтаю побывать в Арктике. Добрый день! Меня зовут Жанна. Работаю старшим инспектором отдела надзорной деятельности по городу Чебоксара. Занимаюсь профилактикой и предупреждением пожаров. Проверяю объекты защиты. Хобби? Хобби – посткроссинг. Затем очень люблю читать, люблю общаться со своими детьми. Недавно закончила курсы фотографа. Какое влечение? Кроссинг? Посткроссинг – это когда по всему миру мы распространяем открытки. То есть мне присылают из разных стран открытки, и, соответственно, я через интернет, тоже мне выходят адреса, на обум, кстати, и я тоже рассылаю открытки. Вот, в данный момент я уже три года в этом посткроссинге, и на самом деле мне очень нравится. Меня зовут Евгений Назаров. Я работаю старшим инструктором по вождению пожарных автомобилей в пожарной части номер 6 по охране Калининского района города Чебоксара. Я являюсь участником ансамбля Главного управления Почуварской республики. Служу отечеству. Люблю рыбалку, люблю петь, люблю писать, сам пишу песни, пою. И вообще люблю заниматься творчеством. Спасибо. Женя, споете нам сегодня в случае победы? Хорошо. Отлично, договорились. Я за вас болею теперь. Добрый день. Зовут меня Дронов Роман. Работаю я в Главном управлении МЧС в управлении организацией пожаротушения. Родился в Краснодарском крае. В воле судьбы оказался в Чувашии здесь сейчас. Работаю и живу. Люблю охоту и рыбалку. У меня все. Продолжаем. Всем здравствуйте. Меня зовут Долгов Евгений. Я работаю в пожарной части номер 4 начальником караула по охране Ленинского района города Чебоксара. В свободное время люблю заниматься спортом. Увлечение мое – это волейбол. Представляю лицо МЧС Чувашской республики. по этому виду спорта. И люблю также остальные виды спорта. Спорт меня вдохновляет. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в службе пожаротушения в Центре управления в кризисных ситуациях. Также являюсь участником команды КВН, нашей команды, которая представляет главное управление МЧС России по Чувашской республике. В свободное время люблю очень активный отдых, как все, наверное, мужчины, рыбалка, отдых на берегу, под костром, в палатках. Очень люблю свою семью. Пытаюсь побольше времени отводить им, конечно. Отлично. Рад вас приветствовать. Я думал, спасатели, сотрудники МЧС, исключительно такие серьезные люди, они еще оказываются в ансамблях, принимают участие, в КВН играют. В общем, сегодня самые, что ни на есть, смелые и очень талантливые люди за этим столом. И мы готовы начать. Я готов объяснить вам правила игры. Перед вами весьма необычный предмет. Это бомба. Я, конечно, понимаю, вы бесстрашные люди, но бомбу боятся многие. Эту бомбу бояться не стоит. Мы ее заводим, даем первому участнику и загадываем слог, на который вам нужно будет вспоминать и говорить слова. Думайте быстро, действуйте еще быстрее, потому что бомба может взорваться в любой момент. В чьих руках она взрывается, соответственно, покидает наше шоу. В конце останется только один победитель. Итак, первый раунд. Первый раунд и слог у нас в начале слова. Это обязательно должно быть существительное, в единственном числе. Слог ТИ. Тигр. Начали. Тик. Тик. Тираж. Титры. Титры. Передаем, передаем. Тиран. Тиран. Тихоня. Тир. Тиски. Тиски. Ти. Ти. Скорее, скорее. Жанна. Тиф. Тиф. Тихоня. Был. Была. Тихоня была. Тихоня проходил. Чувствую приближение уже взрыва. Тиск. Тиск. Кис. Тис. Тихоня. 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 Вот он, волшебный момент, когда наше шоу покидает первый участник. Это самое обидное, наверное, выбывать в первом раунде по окончанию этого первого раунда, но тем не менее. Пустыми руками, Евгений, вас не оставляем. Дарим вам подарочный сертификат в магазин праздничные штучки на 500 рублей к Новому году, к празднику Дню Спасателя. Я думаю, много всего интересного можно найти в этом магазине. И, конечно же, аплодисменты коллег. Прошу. Спасибо. Это вам. Спасибо за игру. На мой взгляд, не обидно, кто-то должен был вылететь. Но это, конечно, не моя черта. Сдаваться я всегда привык идти до конца. Но мое мнение, что конкурс очень интересный, очень познавательный. Всем советую попробовать свои силы. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы Наабу. В последнее время в нашу речь активно врываются английские слова и словосочетания. Я хочу рассказать о двух английских терминах, которые обозначают еще не описанные, но уже существующие в России явления. Фейсбук-минут или фейсбук-минута – неопределенный период времени, проведенный в социальной сети с того момента, как человек зашел в нее, чтобы только проверить, нет ли новых сообщений, и остался. Чайлд-супервизион или детский надзор – это выражение означает помощь технически подкованных детей, которые подсказывают родителям или другим родственникам, как разобраться с компьютером, планшетом или телефоном. Итак, перед тем, как у нас стартует второй тур, давайте немного пообщаемся, немного отойдем от игры, расслабимся. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать – а как вообще люди выбирают профессию спасателя? Как они приходят в МЧС? Давайте начнем с вас. Ну, давайте. Я не скажу, что целенаправленно пришел в ситуацию, какая я служил в армии, то есть вышел на пенсию, офицер запаса, военный пенсионер, и смысл в дальнейшей жизни работы в чем-то заключался. Я привык общаться с людьми, помогать людям, как бы оказывать какую-то помощь, и выбор пал на МЧС. В принципе, я вот только из-за этого пошел в МЧС работать, чтобы оказать какую-то помощь, чем-то помочь, чем могу, допустим. Я еще в школе определился, куда хочу идти. По большей части из-за того, что насмотрелся на дядю, у меня дядя родной, он работал в пожарной охране. На тот момент МВД еще это было все. Человек-майор, тогда очень тяжел-майор, это большое звание было. И вот я на него насмотрелся, как он работает, все, с ним постоянно ездил на проверки, он в инспекции работал, по объектам ездил, с ним он меня брал. Мне так захотелось потом вырасти и тоже работать в МЧС, в пожарной охране. Я решил поступать еще в школе, будучи поступать вначале в училище, затем в академию. Так и попал в пожарную охрану. Отлично. А вот еще такой вопрос. Многих, я думаю, телезрителей интересует, а сколько пожаров вообще вы тушите в день, например? Вы вообще считаете, эти пожары нет? Считает это статистика. Наша главная обязанность это спасти людей на пожаре, а не вести счет самих пожаров, сколько там у тебя подвигов совершилось. Самое главное, что именно спасение, как я еще раз повторяю, людей. И я не считал своих пожаров. Если мы работаем в суточном режиме, то очень редко случается, если даже взять всю республику, чтобы не случилось ни одного пожара. Ну, бывает, но единица. А в сутки вообще, если взять по городу, ну, три-четыре пожара бывает, это точно стабильно. Друзья, не балуйтесь с огнем. Ну что, мы переходим ко второму раунду. У нас немного, слегка меняется задание. Если раньше у нас слог состоял из двух букв, то сейчас это будет слог из трех букв. Также в начале слова. Этот слог мет. Метла. Начали! Дмитрий. Метод. Метод. Метания. Метания. Метр. Метр. Метан. Метка. Метал. Метал. Метафора. Метис. Металлург. Метанол. О, как. Вот так вот. Метеоролог. Да, правильно. Метанолом. Угу. Метрика. Меткость. Метро. Смотрите на эти лица. Каждый пытается вспомнить слово. Дмитрий, не исключение. Чувствую приближение взрыва, бомбы. Я даже вспомню, я не передам. Ну, я отвечу. На мне. Готовьте водичку, будем тушить. Нет, ну, лукавить не буду. Конечно, победить хотелось. Да, а то, что вылетел, никакого чувства расстройства нет. Потому что сегодня я вышел там и победил. То есть, допустим, сегодня другой, завтра другой. Тут, в принципе, коллеги мы все работаем в одной системе. Я даже рад, потому что кто-то оказался чуть лучше, чем я. Значит, у меня есть впереди стимул и есть к чему стремиться. Русский язык никогда не был прост. Баловать, избаловать, баловаться, балованный, избалованный. Чтобы помочь вам запомнить это правило, я придумала такую подсказку. Посмотрите. Баловать сладкой ватой. Здесь довольно наглядно видно, что выделять ударением нужно именно слог «вать». В нашей программе «Наобум» мы знакомим телезрителей каждый раз с новыми словами. И сейчас я попрошу вас произнести слова, которые используют спасатели, сотрудники МЧС, но не используются в обычной, в обыденной жизни. Ну, давайте с Жаной. Ну, я могу рассказать о рукаве, да. Все люди считают, что есть пожарный шкаф, и там находится пожарный шланг. О, шланг. На самом деле это называется рукав. Все, чем тушат пожар, это рукав. К этому рукаву обязательно должен прикрепляться ствол, а сам рукав должен прикрепляться к крану. И пожарный шкаф должен открываться в течение 15 секунд. И за этим следите вы, я так понимаю, чтобы... Да, мы пытаемся открыть некоторые шкафы у нас на объектах с забитыми гвоздиками. Если в течение 15 секунд я не открываюсь, значит, уже идет нарушение требований пожарной безопасности. Роман, удивите нас своим словом. Ну, допустим, у всех, все видели фильмы, когда пожарные со второго этажа спускаются по шестам. Да, вот как все думают. На самом деле это не шестые, это спусковые столбы, которые предназначены для скорого спуска из спальных помещений пожарных. И чтобы они делись и поехали на вызов. Это же самая интересная часть в фильме, когда человек встает и спускается. На самом деле в Чувашии у нас пока на сегодняшний день такой пожарной части в расчете еще вообще ни одной нет, где есть такие спусковые столбы. Ну, она в скорости будет в скором времени. На проспекте электростроителей, на выезде из города. Дальше универмага лента. Это будет новая пожарная часть. Ее только вот откроют в скором времени. За какое время пожарный должен успеть одеться в полную амуницию и быть готовым к тушению пожара? Я понял. Значит, есть нормативное время для выполнения нормативов пожарной, струевой тактики, специальной подготовки. Но в случае получения тревоги на выезд дежурный караул должен выехать в течение минуты. В течение минуты бойцы пожарные, пожарный расчет должен одеть боевую одежду, снаряжение, выехать, сесть в машину и уже следовать на пожар. За сколько вы собираетесь по утрам на работу, уважаемые телезрители? Засекайте, тренируйтесь. Ну, а мы тренируемся в знаниях русского языка и проверяем ваш словарный запас. Сейчас, на мой взгляд, один из самых сложных раундов. Наш слог изначало перемещается в середину. Этот слог – ло. Он находится в середине слова. По-прежнему существительное, по-прежнему единственное числе. В середине слог ло. Начали. Волос. Поехали. Налог. Патология. Потолок. Так. Пролог. Пролог. Налог. Эпилог. Эпилог. Хм-хм. Биология. Ага. Волос был. Колос. Колос. Философия. Мы сейчас по наукам можем пойти. Трилогия. Отлично. Так. Угу. Лог в середине. Диалог. Диалог. Думались. Молоток. Флог. Флог. Как вы быстро. Надо действовать быстро. И думать еще быстрее. В середине ло. Эталон. Эталон. Паралон. Как много слов оказывается со слогом. Клог. Клог. Слон. Клон. Клоун. Клоун. Клог. Ага. Флора. Словесность. Словесность. Геолог. Золото. Флот. Эндокринолог. Оу. Разошлись-то. Разошлись спасатели. Евгений. Последние секунды. Приближается. Наклон. Наклон. Долото. Уфология. Уфология. Ты какой, а? Ох. Ну как должно было быть? Мне очень понравилась эта игра. На самом деле я очень боялась. Я даже в каком-то ступре в какой-то момент была. Я очень много узнала о своих сотрудниках, с кем работаю. Об их хобби, увлечениях. Наконец-то я познакомилась со своим троюрным братом. Я знала, что есть у меня такой троюрный брат, который работает в системе МЧС. Долгов Евгений. И я на самом деле благодарна этой передаче, что я с ним наконец-то познакомилась. Сегодня знакомимся с историей крылатого выражения «Последождичка в четверг». Оно возникло из-за недоверия к славянскому богу грома и молнии. Его звали Перун. В старину его днем был четверг. Именно в этот день наши далекие предки усиленно молились, чтобы бог небесного огня послал им долгожданный дождь. Особенно ждали его в период затянувшейся засухи. Однако довольно часто эти ожидания не оправдывались. Так и стало выражение «последождичка в четверг» означать «неизвестно когда». Все-таки ничего нельзя привязывать к конкретной дате. Давайте немного поговорим о непосредственно вашей профессии. Вы знаете, многие думают, и я не исключение, что спасатели очень много спят. Да, соответственно, ну когда нет работы, что делать? Естественно, спать служба идет, спасатель спит. Так это или нет? Чем занимаются пожарные, когда нету пожаров? У нас, во-первых, идут занятия по подготовке, по профессиональной подготовке пожарных. То есть мы пишем конспекты, как студенты пишут конспекты, мы пишем конспекты. Отрабатываем те или иные нормативы по физической подготовке, по пожарно-строевой подготовке различным. То есть всегда быть в форме, чтобы нам быть. Также занимаемся хозяйственной деятельностью. То есть у нас специально отведенное время. Кто-то что-то там забить, покрасить что-то нужное, что-то или иное так сделать. Ну и так вот и день проходит. Ну а развлекаетесь как-нибудь? Или это исключительно работа? Конечно, у нас проходят различные соревнования, различным видом спорта. Также у нас в подразделении имеются те или иные игры, там шахматы, шашки или теннис играемо. И как-то вот так вот и развлекаемся даже. То есть миф развеян, спите мало. Есть ли какие-то приметы у пожарных? Приметы есть. Когда учился в училище, еще заступали мы пожарную часть, выезжали курсантами еще будучи. И вот так не хотелось на сутки заступаешь, когда отсидеть сутки просто в часть отсидеть там. Это значит уборкой заниматься надо просто сутки впустую. Хотелось поработать, хотелось там на пожаре поучаствовать, все. И мы различным приметом прибегали. Вы это такие ритуальные танцы, которые вызывают дождь, а у вас пожар. Почти, да. И подкладывали спички под колеса. И мигалки натирали шапками, чтобы они аж блестели. Телефонные трубки натирали, чтобы нам позвонили на эти трубки. И в колеса выжали пожарную машину. Скажите, вот сейчас, после того, как вы уже отучились, уже работаете достаточно? Не надо уже. Сейчас этого уже не надо. Как можно меньше, тем лучше. Итак, третий раунд. Это полуфинал, напоминаю. И прямо сейчас у нас слог перемещается в конец слова. Вспоминаем существительное в единственном числе со слогом в конце «Ша». Юна-Ша. Поехали. Ша. Ша. Вот, собственно говоря, и закончился наш коров. Каша. Каша. Ноша. Юноша. Был. А было, да? Был. Капуша. Капуша. Ох. Черемша. Как же забыли. Извините за лексикон. Параша. Такое есть слово. Необычное слово. Левша. Ах, отлично. Рикша. Тогда правша. Ах, от мое слово бывает. У вас же был слово, Роман. Ну, стыдно два раза такое. Ну. Груша. Хорошо. Оказывается, много слов-то еще, наша-то. Евгений, Евгений, последние секунды. Ну, бум. Ну, 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 ну. Увы и ах. У меня-то другое слово. А какое слово у вас было? Суша. Суша. Суши. Суша. Суша. Это земля, материк. Это немножко разные вещи, суши и суши. Молодец. Хоть вы и не выиграли, но мы попросим вас спеть. Хорошо. Мечтали когда-то мы сниматься в кино И в космос лететь, как Гагарин давно. Сражаться за родину, как деды с врагом. Но жизнь повелела нам сражаться с огнем. Служили когда-то мы в разных войсках, В воде, на земле, в небе, в горах. Но выбрать профессию судьба нам дала. Мы стали пожарными, такие дела. Пожарный ты мой товарищ, Коллега и брат родной Жар-птица бушует над нами И мы снова уходим в бой Пожарный ты мой товарищ Жар-птица сжигает дома Но мы ей с тобой покажем Что она не права, не права Остается только поаплодировать, друзья. Вот такие вот спасатели, вот такие вот пожарные Работают у нас, чуваши, люди, которыми стоит гордиться. Они не только в своей профессии Очень-очень мастеровитые, но еще и очень талантливые люди. Спасибо вам, Евгений. Спасибо. Для меня, когда я пришел в эту игру, главное было это участие, не победа, не что-то там, а то, что узнать себя немножко в новом каком-то там таком этапе, да. И самое главное, я еще раз повторяюсь, вот это участие. Спасибо всем моим коллегам за, как бы, за такое соперничество даже, да, и за позитивный настрой такой. Спасибо создателям этой программы, да. И вообще она очень познавательная. Мне очень она понравилась. И даже буду советовать смотреть и другим моим друзьям, да, родственникам. Сегодня как никогда актуально объяснить разницу в словах «пожарный» и «пожарник». Людей, которые тушат пожары и спасают жизни, правильно называть пожарными. На обращение «пожарник» многие пожарные даже обижаются. Ведь в дореволюционной Москве слово «пожарник» использовали в смысле «ложный погорельщик». Так называли человека, который прикидывается таким для выпрашивания милостыня. Вам в помощь детское стихотворение. Он тушил вагон товарный, потому что он пожарный. Ну что, вот она кульминация сегодняшнего шоу. Это финал, это Роман и это Дмитрий. Вот они, главные герои нашего шоу сегодня. Финалисты, я вас с этим поздравляю. Давайте немного отвлечемся от игры и перед финальным раундом немного пообщаемся. Близится ваш праздник 27 декабря, День спасателя. Как отмечают спасатели свой профессиональный праздник? Ну, отмечаем его. Соответственно, у нас есть всегда торжественные собрания. Вручение диплома. Вручение различных наград. Званий. За год, кто отличился где-то, званий досрочных, по срокам, все как положено. У нас еще есть также к Дню спасателя приурочена акция всегда. Каждый год мы ее делаем. Это День донора. То есть все МЧС у нас добровольно сдает кровь. Республиканский центр переливания крови. То есть вы не только спасаете людей, но еще и кровь умудряетесь сдавать. Слушайте, вы прямо очень свитые люди. Ежегодно, да, перед Днем спасателя проходит эта акция в МЧС у нас. А как посвящают пожарные? Есть такая традиция посвящения в пожар. Первый твой пожар, ты сухим не приедешь в часть. То есть тебе обязательно... У тебя твои же коллеги обязательно со стволаком. Или даже если ты будешь сухой, у тебя в конце обязательно болит. Слушайте, ну там же сильный напор. Человек... Для этого есть водитель, который регулирует этот напор. А, ну понятно. То есть вот такие традиции у нас. Хорошо, но у нас традиции перед финалом пожелать удачи своему сопернику. И у меня традиция спросить, как вы думаете, кто выиграет? Рома, кто выиграет? Победительнейший. А, вот оно что. Ну давайте выявим этого тильнейшего. Итак, внимание, финальное задание. Задание финального раунда. Слог у нас был уже в начале, в середине, в конце. И сейчас в финале он может оказаться как в начале, так в конце и в середине тоже. Не думайте, что это просто. Слог ез. Диез. Начали. Езда. Езда. Подъезд. Волейбол начался. Поезд. Поезд. Переезд. Объезд. Объезд. Съезд. Приезд уж что уж. Ну, приезд уж. Сезон. Сезон. Звезда, соответственно. Резон. Резон. Телекинез. Телезвезда. Итак, финальный раунд. Напряжение нарастает. Последние секунды, я чувствую. Ес. Роман. За вас переживают наверняка прямо сейчас телезрители. Ну, последние секунды. Рома, а она что, тебя давать будут взрывать? Ес. 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 Не знаю, в силу опыта еще своего малого, может быть, помладше все-таки, чем финалиста у нас. Он поопытнее будет, поумнее, наверное. Так сложилось. Так сложилось, поэтому проиграл. До финала дойти тоже неплохой результат, я считаю. Хорошо, что не первый вылетел, я вот чего боялся. Итак, вот он победитель шоу на бум среди спасателей, среди представителей МЧС по Чувашской республике. Я бы даже сказал, король нашего сегодняшнего эфира. Королев Дмитрий. Мои аплодисменты вам. Спасибо большое за игру и главный приз нашей игры. Ваши коллеги получили только половину от него. Вам же два сертификата по 500 рублей. Вот уж отметите праздник День спасателей и приближающийся Новый год. Держите, это вам. Спасибо. Ну, сказать честно, не ожидал, не ожидал. Ну, думал хотя бы до финала дойти мне. Ну, для меня это, конечно, неожиданно. Игра очень интересная. Очень, мне очень понравилось. Во-первых, познавательная. Эту победу, наверное, надо посвятить кому-то, я думаю. Кому же вы ее посвятите? Это, естественно, своим коллегам, кто играл сегодня вместе со мной. Они ничуть не хуже. Они, может, даже где-то и лучше. Ну, и, конечно, посвятить семье, свою победу в семье, своему ребенку. Я воспитываю ребенка, 4 годика. У меня красавица жена, очень люблю их. Всем спасибо. Спасибо вам. Ну что, друзья, мы вас приглашаем не только принять участие в нашей игре, но и приглашаем выбирать в том числе и такую профессию, как спасатель, как пожарный. Такие люди, как Дмитрий, как его коллеги нам нужны. Поэтому идите в пожарный, идите в спасатели. Ну, а если хотите принять участие в нашей игре, звоните, и я жду вас. Русский публицист и литературный критик Дмитрий Писарев писал. Неправильность употребления слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни. Давайте делать меньше ошибок в речи и в жизни. Вы смотрели шоу «Наобум». Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok